Добрый день, уважаемые зрители, с вами Ланскниев. Сегодня мы находимся возле небольшого поселочка под названием Вершина Биджа в Хакасии и попытаемся взять тайник геокешеров возле Бородинской пещеры. Как видите, сегодня погодка нас не очень-то радует, снежно, ветрено, но думаю дойдем. Весь маршрут у нас не такой сегодня большой, изначально думали 20 прогуляться, романтический поход с женой устроить. Но увы, 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 время как всегда ограничено, поэтому только попытаемся добраться до самой пещеры, может быть в нее спустимся, посидим у костра. Сугробы, сугробы и горы, все в снегу. Сидеть не ночем? Нет, сидеть мы тебе сделаем ночем. Этот поход я планировал еще с прошлой осени, когда был здесь впервые, но в прошлый раз меня подвел фонарь, а к этому разу я подготовился намного лучше. Но забегу немного вперед. В этот раз мощности фонарей и светочувствительности камер тоже не хватило пробить многометровую темноту. Однако снять кое-что смогли, а также сделали несколько фотографий. Пещера понравилась не только мне, но и жене тоже. Она была просто под дичайшим впечатлением. Совсем забыл сказать, сегодня же у нас 1 марта, день весны и день защиты кошек, да? Да, день кошек. Вот, вот такая хорошая у нас весна, вот так началась у нас хорошо. Снежно, ветрено, но довольно тепло. Лида решила пробить тропу. Прет так, что хрен догонишь. Хоп, 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 хоп. Ну что, не замерзла еще? Не замерзла. А? Красиво, как же местечко такое. Ну? Офигенное просто. О, прям лай. Ё, кстати, такое великолепие, обалдеть. Но. Вышли в поле. Вот так. Все в снегу, плохо видно. Снимать очень трудно из-за того, что постоянно экран на смартфоне намокает. Придется, наверное, перейти на другую камеру. Копация усиливается. Вот. Уже метров двадцати уже довольно-таки это, ну, трудно видно. Там очертания и видно. Метру сколько? Пятьдесят, наверное, тут сто все. Ну, что, пойдем дальше. Что, мы по дороге не улетаем? Могли, мы по дороге пойдем сейчас. Мы по дороге не улетаем. Снегопад совсем усилился. Идем практически наугад. Вот это снежище. Снегопад настолько усилился, что пришлось на экшн-камеру перейти. Смартфон засыпает, ничего не видно. Он... Он же найдет. Сносит ее, сдувает бедную. Очертания гортику. Не видно, просто вот все белым-бело. Попали в снегопад. Вот, тут на открытом... На открытом местности вообще... Ой, снег. С ветром сильный довольно. Сугробы тут уже... Ну, по самые берцы. Сзади вот так вот у нас уже засыпает. Скажешь пару слов про этот снегопад? Снегопад. Ну, давай не так, как-то по-другому. Короче, ее тоже засыпало по самые уши. Вон еще и камера начинает подмерзать. Ладно. Ну вот, все, как всегда, ни слава богу. Снежище повалил такое, что у них что-то не хочет останавливаться. Здесь довольно трудно уже искать дорогу, как бы нам не перепутать, куда-нибудь не туда завернуть. О, смуврик мой идет упрямо вперед. Постепенно снег из сильного бурана перешел в обыкновенный такой падающий снежок. Ветер вроде как пропал. Но вот стало получше. Из этого березняка мы вышли. И держим путь туда, в этот снежный туман. Почти добрались до пещеры. Осталось пройти какой-то километр. Там вдали уже вырисовывается гора. Снег так и не останавливается. Мокрый, тяжелый. Но обратно пути решили попробовать через лес пройти, через березняк. Здесь по прямой метров 300. А так мы километра 3 обход делаем. Но по жесткой земле все-таки лучше идти по тропе, хоть по какой-то дороге. Чем вот по такой траве с буреломами, перекосами всякими. Будет время, посмотрим, пройдемся. Почти добрались до пещеры. Смотрим, как над нами небо более-менее голубым становится. Это хороший признак. Снег уже падает практически вертикально. Значит, скоро, возможно, он уже остановится. Вот уже гору совсем стало хорошо видно. И видно саму тропу, идущую к пещере. И место, где тайник находится. Это вот здесь, где-то в этом районе, где елки стоят. Сейчас минут 20 мы поднимемся до пещерки. Заглянем в нее и попробуем взять тайничок. Хотя по такому снегу, честно говоря, это довольно трудно будет. Но если он прекратится, будет все-таки полегче. Однако нападало его уже немало. Плюс там высокий угол, по которому подниматься придется. Посмотрим, попробуем. Может быть без вещей туда подняться. Вот мы и поднялись на самую вершину. Пещера вот Бородинская. Вещи туда уже перетаскали, не спустились. Сейчас жена уже там. Сейчас тоже тут не спущусь. Вон там где-то она в темноте стоит. Привет! По таким ступенькам сейчас не спущусь и будем там, может, снимать. Вот мы спустились вниз, наконец-то. Немного сейчас решили подкрепиться перед тем, как пойдем в пещеру. Вот туда, в темноту, в глубину. Глубоко идти не будем, так прогуляемся немножко. Вот такая огромная пещера. Свод метра сколько? Метра три до него. Там снег. Мох. Здесь довольно тепло. Температура здесь, по-моему, постоянно плюс четыре градуса. Или, если я не совру, конечно, возможно, минус четыре или плюс четыре. Точно не помню. Но по ощущению, по-моему, даже плюс. Да? Как тепло здесь? Ну, потому что остановилось. Шли, потому что было тепло. Сейчас еще прогуляемся. Сейчас еще фонарь достанем один. Ну вот. Такая лесенка с проломами некоторыми. Очистили. Ну, довольно красиво здесь. Вот. Бери фонарь. Он тут. Его уже включать? Да. Угу. Угу. Колька, мало не включить. Ну, не светит. Комя. Под ноги светит. Как всегда, фонарик. Херней страдать начинает. Под ноги себе свети им. Да, я вижу все. В принципе, эти ступенечки не вам справятся. Ну, плохие. Но на кабуках тут я не могу. Вот. Ты на кабуках. А? Ты на кабуках. Смотри, там еще какой-то способ. Ну, так вот там дорога дальше идет. Мне будет одну руку вот освободить. Одну руку занято. Ну, фонарь. Телефон, да. Если падать, то я снимаю. Ну, что мы знаем, что это пещера? Они длинные. Они очень длинные, очень старые. Очень старые, да, пещеры. Здесь клинописи есть? Клинописи. Миши до Петро Глифа. Ну, что-нибудь эдакое. Да, вот. Кто-то что-то рисовал, засидит. Что-то кто-то писал из современного творчества. Ну, что, ниже спустимся? Ниже спустимся, говорю. Чинит, но редко. Спускайся аккуратненько. В первой галерее. К сожалению, конечно, в пещере здесь ничего не увидишь. Мощности фонарей и камеры не хватит. Пробить всю эту даль. Офигеть. Классно, да? Да. Такие сталактитовые наросты здесь, пещерки у нас. Камер, а светит тот большой. Какой? Присящий. Вот какой. Булыжник висит. Не достаются фонари. вот тут постоянно приходит страшно нашли такие вот видите интересный сверху накапал там сверху тикнут его не видно подсвети пожалуйста огромный стал актив на фото потом покажу да тут очень много говоришь тебе тоннелей всяких разных пещер и тоннелей сюда же пройдемся это каменная обычно с чего горы состоят эти места шагай тут надо аккуратненько я вот на себя монопод брал не знаю монопод зачем брал не знаю бесполезно но положишь есть те карманы только монопод переверни и фонарь переверни другой стороны что проще вошло что как тебе понравилось поход пещерку классно что понравилось тут реально просто удивительно и сказочно и вообще skyrim какой-то такое ощущение что вот подошел уже тупик и вдруг и пролазишь и там дальше все тупик а там дальше такие объемные еще зал и вот кстати довольно красиво вот вроде бы все заканчивается там нет еще на самом деле так и скажи что мы засали далеко и как бы сказал брат . да вы там наверху снег идет ветер дует есть довольно тепло кстати ближе к выходу холоднее да я тоже только об этом хотел сказать сюда ближе к выходу становится холодно выход вот такой дует все по глазам когда ступеньки здесь действительно ужасно ступеньки здесь реально жесткий включается включается но где где за зубами к стенке спит она хорошая точно вышли из пещеры здесь такой вид солнце спокойствие и видно как тучи бегут над нами вы классно ну что пойдем на выход наверх пойдем поперли о распогодилась понравилось ну у нас еще есть время на тайник если с того же место брат будет забирать куда приехали динка только это так там такие ходы тысячи схемы смотрел вот где когда стоит в дерево там районе дерева то погреться уже посмотри куда светит камера смотр снимок дерево он туда скорее всего вот здесь со временем возможно так значит вот вот короче вот это он таде второе дерево да в этой рощи короче ну пошли времени мало но потом спустимся обзор сделаем каким сам вижу по каким шага шапку можете дать хочешь да даже пакетик есть и пуск вперед встал так и там суда подняться ну вот мы поднялись на верхушку на самую ну как на самую на середину горы в то место где находится сам тайник нашли фотографию дерево с фотографией и где-то по схеме ну я тоже какие-то камушки вижу отсюда неправильные камни которые здесь быть не должно вот эти судя по всему и скорее всего тайник поднимите сюда право взять и тайника тебе передаю потом вот судя по всему эти камни которые кто быстрее до тайника да вот эти камни аккуратненько нет да отсюда вон он да с этой стороны не когда вот эти камни ну давай я попробую ну-ка сейчас так сделаем все отмерзли силушка богатырская он скорее всего присыпан смотри он присыпан перед ним надо подкопать вот он мы его нашли это была палка слушайте вот земля трудная эта работа взять это не к дергай давай я дерну ну-ка дай палку взяли да чушки 2 скроем то ничего посмотри что там да и хрен с ним теперь уже чё очень красивая баночка но мне нравится ну вот на подконе такая же стати абсолютно смотри что вообще свитером ничего не раздуло он здесь много все клеило спи браслетик браслетик ну-ка дай браслетик-резинок да держи я сфокусирую браслет из резинок из резинок да или кожаных шнурков я так понимаю что это тоже типа что-то пригодится да ну в этом тайнике должно решать что-то туристическое должен быть блокнот вот с карандашом где нужно сделать запись вот мы должны здесь будем сделать собой запись сейчас мы покажем на видео потом давай сделаем запись чтобы все это не тратить на время так это предлог Сибирь 2014 часы кто-то оставил они вообще не идут ну естественно столько времени прошло 12.12 и тут в этом чуть-чуть опоздали давай когда взяли подожди 12.12 давай поставим 12.12 все отлично хорошая идея да это время когда мы взяли коньячок 1 марта давай дальше посерьезнее такие уже ну да что там ле тоже около 12 ледов какой-то там все в это время тут ходили мы их тоже переведем ну самое оптимальное видимо время обед оба ну с утра вышли с утра да пока дошли но это мы пешком остальные на машину доезжают такая нелая ракушка очень нежная но все главное чтобы ветром не сдуло ручка в моем любом позитивном таком свете но она а да она еще работает наверное карта тайника скорее всего описание тайника описание тайника традиционная часть тайника это то же самое что на сайте переверни вот кстати тайна пещеры карта пещеры подробная Бородинская ну у нас она тоже есть давай дальше что там еще ну еще ракушки копейки вот что-то странное а это наверное резинка стирательная а сюда ты кинул я не кинул но мне упало а да и какие-то ракушечки маленькие а я еще брю ну вот так вот а у меня что-то даже наверное не кинул а сейчас я тебе еще положить даже здесь далеко-далеко от дома высоко в горах жену не оставляет основная работа работа с питомником даже здесь кто-то сумел дозвониться до нее наконец-то закончив с основными делами уже во второй половине дня изыренно под устав мы отправились в обратную дорогу когда ветер разогнал тучи выглянуло солнце которое жарил далеко не по весеннему ну вот отправляемся обратно прогулялись залитойник посетили пещеру теперь идем обратно обратно идти по тропе ничего не проще если когда мы шли сюда нам дул встречный ветер и падла сильный снег сейчас все так же идет встречный ветер мало что нет снега но дорога все идет в горку и в горку и в горку мелкие порывы иногда заставляют остановиться ладно еще я иду сейчас дойдем до дороги обратно вернемся где мы залезем в березнячок поставим лагерь пообедаем и будем ждать машину которая нас должна забрать часа через два с половиной ну вот огонь у нас горит сапоги сошли подпихивай ноги туда подпихивай ноги туда ох пролетел ребенок еху пролетел на плюхе соседи наши да мужик он проехал Леон ты прям так еще едешь? да мне постоянно говорят а слабо зажечь огонь не горелкой а огнивом ну вот собственно огнивом сегодня я и разводил огонь когда записываешь видео время отведенное на поход сокращается практически вдвое и поэтому приходится пользоваться горелкой чтобы быстрее развести костер там когда на поход в зажим зажим вы подпихать и Мне в пещере лично понравилось. Самое лучшее свидание. Романтическое. Такой он уже совсем расшелся. Ветерок нам здесь помогает. Вон люди катаются на плюшках рядом. Подъехали. Лидер все с дымом борется. Я сушу перчатки. Сушу перчатки. Готовим чаечек. Решили. Чем мне нравится эта кружка. Комплект кружки с подкотельником. У него имеются ручки очень удобные. И по идее. Обычным армейским ножом. Пропихнув его туда. Заклинив. Можно снимать легко. Честно говоря, я еще не пробовал ни разу. Но в описании говорят, что это так довольно легко делается. Попробуем. Кстати, да. Обычным ножом снял. Поставил. Довольно удобно. Собственно говоря, на этом наш сегодняшний день и закончился. А дальше нас ждала только дорога до места, откуда нас заберет машина. Ну вот и подошел к концу наш сегодняшний ПВД. Отлично сегодня прогулялись. Погода после обеда просто чудесная. Выглянуло солнышко. Ветер вроде бы угомонился. Ну и сейчас вот, посидев у костра, выждав необходимое время, отправились навстречу машине, которая нас должна забрать. Связь здесь не ловит ни у меня, ни у жены. Поэтому решили немного прогуляться. Что можно сказать в завершении? Сейчас настало то самое время года, когда на улице еще лежит снег, но уже тепло. Природа начинает пробуждаться, и это отличное время для прогулок с семьей. Всем спасибо!